Аркадий Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Часть 2. Суета-сует. Глава 3. Эпиграф. Хочу тебя прославить. Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером. Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца. У Уитман. Дайч Витьк сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук. Он создает себе дубля. Безмозглого, безответного, только умеющего, чтобы паять контакты. Или таскать тяжести. Или писать под диктовку. Но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента. Он создает себе дубля. Безмозглого, безответного, только умеющего, что ходить по потолку. Или принимать телепатомы. Но зато уж умеющего хорошо. Ну или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату. А времени терять ему не хочется. И он посылает вместо себя своего дубля. Только умеющего, что никого без очереди не пускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дубли умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело. Даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди. Вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин. А поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ноги не переминаются. И сигарету спросить не около. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой москвич, ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился, и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката. Одно время я думал, что А. Янус и У. Янус – это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Ну, прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам. Далее. Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками, считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собой кремнеорганические структуры. Были дубли на германиевой основе, а в последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах. Но, наконец, самое главное, ни А. Януса, ни У. Януса никто никогда не создавал искусственность. Они не были копией-оригиналом, они не были и братьями-близнецами, они были одним человеком, Янусом Плэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались. Виткин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив. Мы не Декарты, не Ютоны мы, для нас наука темный лес чудес, а мы нормальные астрономы, да, хватаем звездочки с небес. Я никогда раньше не слыхал, что дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался припираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучело без рук, без ног боялись досудорок, по-видимому, инстинктивно. Справа от дубля в углу стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е. Убыточное изделие Кешградского завода Маготехники. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей мой старый знакомец – диван. На диван была водружена детская ванна с водой. В ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыле находился опечатанный джинн. Можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками. Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат. Сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет. В целях природы обуздания, в целях рассеять неученье тьму, берем картину мироздания, да, и тупо смотрим, что к чему. Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом поворачивать. Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность, действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Найны Киевны. И спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, на темновых токах, а иначе бы я проснулся каким-нибудь мальчиком с пальчиком в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого белого тезиса. Для Модеста Матвеевича музейным экспонатом. Инвентарный номер 1123 к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один, поэтому Витька крал диван каждую ночь. Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Семеновичем и при активной поддержке Жана Жакома, опираясь на официальное письмо Президиума Академии Наук за личными подписями четырех академиков, удалось таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать, и что желает он, чтобы диван, инвентарный номер 1123, находился в специально отведенном для него дивана помещении. — А ежели этого не будет, — сказал Модест Матвеевич грозно, — то пусть все до академиков включительно пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Семенович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьезный работник, не то что шалопая из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину. — Скотина! — сказал Дубль с выражением. И я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом я ехидно осведомился. — Работаем! Дубль тупо смотрел на меня. — Ну, брось, брось! — сказал я. — Все ясно. Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал. — Ну вот что, — сказал я. — Сейчас я... Сейчас полодиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все, прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж убесточь-то я сам. Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание. На столе появился Мерседес, авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать время от времени, опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже. Я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал «Ну, он что-то ко мне пристал», — осветлился Витька. «Ну, видишь, ведь человек работает». «Ты же дубль», — сказал я. «Не смей со мной разговаривать. Убери клещи», — сказал он. «А ты не валяй дурака», — сказал я. «Тоже мне дубль». Витька сел на край стола и устало потер уши. «Да ничего у меня сегодня не получается», — сообщил он. «Дурак я сегодня. Дубля сотворил, получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, но мклайдет съел животное. Треснул я его по шее, руку отбил. И окунь дохнет систематически». Я подошел к дивану и заглянул в ванну. «А что с ним?» «А я откуда знаю?» «А где ты его взял?» «Да на рынке». Я поднял окуня за хвост. «А что ты хочешь?» — обыкновенная снулая рыбка. «Дубина», — сказал Витька. «Вода-то живая». «А-а», — сказал я и стал соображать, чтобы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване Царевиче и Сером Волке. Джин в бутыле двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи. «Ай, протер бы бутыль», — сказал я, ничего не придумав. «Что?» «Ну, пыль с бутылки сотри, скучно ж ему там». «А черт с ним, пусть поскучает», — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова повернул там что-то. Окунь ожил. «А, видал?» — сказал Витька. «Когда даю максимальное напряжение, все в порядке». «Экземпляр неудачный», — сказал я наугад. Витька вынул руку из дивана и уставился на меня. «Экземпляр», — сказал он. «Неудачный». Глаза у него стали, как у дубля. «Экземпляр, экземпляру, люпус эст». «Потом он, наверное, мороженое», — сказал я, смелев. Витька меня не слушал. «Где бы рыбу взять?» — сказал он, назираясь и хлопая себя по карманам. «Рыбочку бы». «Зачем?» — спросил я. «Верно», — сказал Витька. «Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — «почему бы не взять другую воду, верно?» «Хе-хе-хе, нет!» — возразил я. «Так не пойдет!» «А как?» — жадно спросил Витька. «Выметайся отсюда!» — сказал я. «Покинь помещение!» «Куда?» «Да куда хочешь!» Он перелез через диван и сгреб меня за грудки. «Ты меня слушай, понял?» — сказал он угрожающе. «На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гаусиане. Вода в воде розни. Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств. «Эй, милый!» — позвал я его. «Новый год скоро!» «Не увлекайся так!» Он отпустил меня и засуетился. «А куда ж я его дел?» «А вот лапоть!» «Куда я его сунул?» «А вот он!» Он бросился к стулу, на котором торчком стоял Умклайдет. «Тот самый!» Отскочил к двери и сказал умоляюще. «Опомнись!» «Ну, двенадцатый же час! Тебя ждут! Верочка ждет!» «Не!» — отвечал он. «Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый! Дурак дураком! Анекдоты стойку делает! Танцует, как волк!» Он крутил в руках Умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз. «Выметайся!» «Говорят, тебе!» — заорал я в отчаянии. Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточке рядом с Джином и стал смотреть. Витька замер в классической позе для материального заклинания. Позиция Мартихор. Над столом поднялся розовый пар. Вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей. Исчез Мерседес, исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул Унклойдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана в ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и выволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер Джину окошечко для обозрения. Но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице. Кто-то кричал «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!» Кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жан Джакома. За ним с его огромным портфелем под мышкой и его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланились. От великого прести дижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить я его не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления. «Какого дьявола?» — скричал я и побежал на лестницу. Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул. Треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук мерседесов и рейн-металлов и над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Семеновича. «Это хорошо, это здорово!» «Вы молодец, голубчик, но какой дурак выключил генератор!» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Рассверепел! А это были Володя Почкин и Эдди Комперян. Они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны. «А, Саша приветливо!» – сказал Эдик. «Здравствуй, Саша!» «Сашка, посторонись с дороги!» – крикнул Володя Почкин, пятясь задом. «Заноси! Заноси!» Я схватил его за ворот. «Ты почему в институте? Ты как сюда попал?» «Через дверь! Через дверь! Пусти!» – сказал Володя. «Эдька, еще правей! Ты видишь, что не проходит?» Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу!» – бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. «Я вам покажу бездельничать!» «Я вам покажу всех пускать без разбору!» Макродемоны «Вход и Выход» вместо того, чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфорисцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности «Вход» сорвал банк примерно в 70 миллиардов молекул у забывшего свои обязанности «Выхода». Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал за шкафом в электронном зале. И знал об этом один только Витька Корнеев. «Заговор!» – решил я. «Всех разнесу!» А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники. «Ну и метет! Все уши забило!» «А ты что, тоже ушел?» «Да ну, скукотища! Напились все! Дай, думаю, пойду лучше поработаю!» Оставил им дубли и ушел. «Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерсти. Хватил водки – не помогает!» «А если пучок электронов? Масса большая? Ну, тогда фотонов!» «А Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый!» «Галка! Ты что же это? Мужа оставила!» «Я еще час назад вышел, если хочешь знать. Сугроб, понимаешь, провалился. Чуть не занесло меня!» И я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов. Оставалось только пойти в дребезги, разругаться с провокатором Витькой. А там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич. По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джина. Джин, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джан Бен Джана и закрытым сверху мощным магнитным полем. Джина стегали высоковольтными разрядами. Он был, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивая языки огня, в запальчивости начинал стройки, тут же разрушал дворцы. Потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл. Ну хватит, ну отстаньте, ну не буду я больше, ну я уже совсем тихий. У пульта разрядника стояли спокойные, не мигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившиеся около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки. Я подошел к ним. Ха, Сашка! Сашенцы, ты, говорят, дежурный сегодня. Я к тебе потом забегу в зал. Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты. Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джан Бен Джана, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, Джин перестал скулить и начал принюхиваться. И в ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать. Ребята, да здравствует понедельник! Стаканы сдвинулись, а потом кто-то сказал, осматривая бутылку. Кто творил вино? Я. Ну, не забудь завтра заплатить. А что, еще бутылочку? Да хватит, простудимся. Хороший Джин попался. Нервный немножко. Дареному коню. Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержатся, а там пусть катятся со своими нервами. Ребят, робко сказал я, ночь на дворе и праздник. Шли бы вы по домам. На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали, ничего, это пройдет. И горьбой двинулись к вольеру. Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили Джина, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джин трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джан Бен Джана были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отца убийцы и рассчитаны на прямое попадание молнии. Все имеющиеся в институте щиты были изъяты в свое время из сокровищницы царицы Савской. Сделал это не то Крестобаль Хунта, не то Мерлин. Хунта об этом никогда не говорил, а Мерлин хвастался при каждом удобном случае, ссылаясь при этом на сомнительный авторитет короля Артура. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически, на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней – всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину. Джина стали трясти на вибростенде. Он хихикал, взвизгивал. «Хо-ха-ха! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями, под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, вволочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей романа «Ойры-ойры», изнемогавших под тяжеленным швеллером, а потом самого романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела недоступных проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела смысла жизни, конвоирующего на допрос к хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев. Все были заняты и деловиты. Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в 12 часов новогодней ночи прорвались через пургу и пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать с изного какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкую, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом в разной степени легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что воскресенье им было скучно. Маги. Люди с большой буквы. И девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек, но магами они были не поэтому. Это была шелуха внешняя. Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них наконец в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смыслом человеческой жизни. Но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного. И смысл жизни в том же. Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других. Когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины. Потому что так же, как труд превратил человеку в обезьяну, обезьяновчий, точно так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же, отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно, хотя круг тем у них сужается до предела. А что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов. В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в мага, но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям, а иногда даже просто мыслям, как он со страхом замечал, что пушок у него на ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. И теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек, переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой. Живем один раз, надо брать от жизни все, ничто человеческое мне не чуждо. Тогда ему остается одно, как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд, глаза не выезд. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связанность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик. Есть другие с пустыми глазами, достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло, по-своему очень даже не глупые, по-своему немалые знатоки человеческой природы, расчетливые, беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить в добро себе. И в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. Они носят корсеты из драконьего уса, скрывающие искривление позвоночника. Они закутываются в гигантские средневековые мантии и боярские шубы, провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслышание жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением. Я вернулся на свой пост приемный директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Януса Полуэктовича Невструева «Уравнение математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными неделишенными проблемами. Мне ж гуче захотелось работать, и я совсем уж было решил начхать на дежурство и уйти к своему Алдану, как позвонил Модест Матвеевич. С хрустом жуя он сердито осведомился. «Где вы ходите, Привалов?» «Третий раз звоню! Безобразие!» «С Новым годом, Модест Матвеевич!» сказал я. Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже. «Соответственно, как дежурство?» «Только что обошел помещение», сказал я. «Все нормально. Самовозгораний не было?» «Никак нет. Везде обесточено». «Бриарей палец сломал», сказал я. Он встревожился. «Бриарей, постойте!» «Ага! Инвентарный номер 1489. Почему?» «Я объяснил». «Что вы предприняли?» «Я рассказал». «Правильное решение», сказал Модест Матвеич. «Продолжайте дежурить, у меня все». Сразу после Модеста Матвеича позвонил Эдик Камперян из отдела линейного счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль ойры-ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Пулоэктовича. Я отказал. Он стал настаивать, и я выгнал его вон. Через минуту примчался сам Роман. «Давай ключи!» Я помотал головой. «Не дам!» «Давай ключи!» «Иди ты в баню, я лицо материально ответственное». «Сашка, я сейчас роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу. «А что тебе там нужно-то?» спросил я. «Документация на РУ-16!» сказал Роман. «Ну дай ключи!» Я засмеялся и потянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.